В начале мы вспомним жизнь Святой и Блаженной Матери нашей, просветительницы всей картли апостола Нино, о которой сама Блаженная рассказала нам в час своего представления, и о которой также описала верующая царица Соломей Зуджармы, супруга сына царя Мириана, дочь Трдата, царя Армян. В те времена, когда святой Георгий Каппадокийский принял мученический венец во имя Христа, жил человек в Каппадокии, раб Божий по имени Завилон. Он отправился в Рим служить кесарю. В то же время в Каластре жил некий человек, у которого было двое детей, сын и дочь. Имя сына его Ювенал, а дочери Сосана. После смерти родителей они отправились в град Святой Иерусалим, и там нашли приют. Ювенал стал дифталаром, а его сестра Сосана служила у неофоры Сары Вифлеемской. Завилон из Каппадокии, прибыв в Рим, проявил великую силу, сражаясь против врагов и побеждая их. Он крестил врагов, которых пленил, и привел их к вере в Христа. Патриарх и кесарь дали согласие на крещение этих людей, и они приняли веру и были крещены в христианстве. После крещения Бранджи благодарили Бога за величие деяний апостолов и умоляли о сохранении своих душ. Кесарь жалился над ними и отпустил всех. Бранджи умоляли Завилона пойти с ними в их страну и проповедовать Христа. Завилон согласился и отправился с ними. Когда они приблизились к стране Бранджей, то узнали, что царь жив и идет вместе со всеми предводителями. Царь и весь народ встали на берегу реки. Они приняли крещение и стали последователями Христа. Завилон прожил с ними 10 дней, причастил их к таинствам христианским и оставил священников для служения. Затем Завилон отправился в Иерусалим, где разделил свое имущество между нищими и узнал о патриархе, который стал его другом. Неафара Сара обратилась к патриарху и сказала, этот Завилон, отец и креститель Бранджи, является человеком совершенным по мудрости и благочестию. Позвольте ему взять в жены мою сестру Сосану. Патриарх одобрил предложение Неафары Сары и отдал Сосану в жены Завилону. Завилон с Сосаной вернулся в свой город Каластру. У них родилась единственная дочь Нино. Сосана воспитывала ее в служении нищим. Когда Нино достигло 12 лет, их родители продали все свое имущество, отправились в Иерусалим и раздали его нищим. Прибыв в Иерусалим, Завилон получил благословение от патриарха, расстался с женой и обнял дочь. Горько плача, он сказал ей, моя дочь, я оставляю тебя сиротой и поручаю тебя небесному отцу, Богу, который заботится о сиротах и вдовах. Не бойся, моя дорогая, но будь предана Богу так же, как Мария Магдалина и сестры Лазаря. Если ты полюбишь его так же, как они, он дарует тебе все, о чем ты попросишь его. Завилон поцеловал Нино и отправился к народу диким за Ярданом. Патриарх поручил матери Нино служение у нищих и больных женщин, а сама Нино служила у армянской Неафры в течение двух лет. Неафра Сара начала учить Нино о страстях Христа, о его распятии, погребении и воскресении, а также о хитоне, пеленах и кресте. Нино, жаждущая знаний, внимательно слушала и задавала вопросы, и Неафра считала ее ученицей, не имевшей себе равных в познании веры. Неафра рассказывает о распятии и воскресении Христа. Затем речь заходит о царице Елене, которая желает принять христианство. Святая Нино выражает желание идти к царице Елене и проповедовать ей о Христе. Патриарх освящает Нино для этого послания, дарует ей свое благословение и отправляет в путь. Святая Нино отправилась из Эфеса в Римскую империю и оказалась в доме женщины, где нашла Рипсими и ее воспитательницу Гаяни, которые приняли крещение благодаря ее учению. Вместе с другими они жили в монастыре два года. Однако, когда Кесарь начал искать прекрасную женщину для себя, он увидел Рипсими и решил взять ее в жены. Но Рипсими отказалась, и они были подвергнуты мучениям. Некоторые из них скрылись, а Святая Нино отправилась на север в поисках жатвы. Она прибыла в Орбанту, где перезимовала, а затем достигла гор Джавахети в Картли и встретила сточное озеро Паравна. Оставшись в недоумении перед горами на севере, она обратилась к богатым пастухам за помощью и узнала, что река, начинающаяся от озера, ведет в Мцхету. Святая Нино, ложась спать у берега озера, увидела видение, где некий человек передал ей запечатанное послание для царям Цхеты. В послании были десять заповедей, написанных на языке римлян с печатью Иисуса. После прочтения послания Нино поняла, что это неспослано с небес, и молилась за помощь. Затем она отправилась по течению реки на запад, сталкиваясь с трудностями и опасностями, пока не достигла города Урбниси в Картле. Там она видела людей, поклоняющихся огню, камням и деревьям, и оплакивала их заблуждение. Нино прибыла в Мцхета и увидела поклонение народа богу Армазу. Святая Нино вошла в крепость Армази и увидела, как велик был страх царя, вельмож и народа перед идолами. Она увидела изображение Армаза, олицетворяющегося медным человеком, украшенным драгоценными камнями, который держал меч и вызывал у людей страх, чтобы они поклонялись ему. Справа и слева от Армаза стояли стуканы Гатца и Гайма, которых народ считал божествами. Нино оплакивала заблуждение этой страны, а затем молилась Богу за помощь и проявление милосердия к этому народу. Ее молитве последовало явление сильного ветра, грома и града, который уничтожил идолов и разрушил стены крепости. На следующий день царь Мириан и народ искали своих богов, но не нашли их. С тех пор в Картле начали открыто прославлять Христа, и милость Божья начала освящать этот регион. В тот день, когда гнев Божий смягчился, святая Нино вышла из укрытия в скалах и направилась к старинной крепости, окруженной Акацией, где прежде отдыхал царь Бартом. Там, под деревом, она провела шесть дней, молясь о милосердии Божьем и спасении заблудших душ. Подходящей ей местной жительницей оказалась Шрошина, которая, узнав о ее судьбе, пожалела ее и пригласила в царский дворец. Однако Нино отказалась и осталась на своем месте. Через три дня она спустилась в город и обратилась к семье Анаста, которая стала ее приемными родителями на девять месяцев. Они были бездетными, и Бог услышал молитвы Нино, явив ей видение, что она должна взять землю из сада и дать ее съесть Анаста и ее мужу, чтобы у них родился сын. Они приняли веру в Христа, и их дом стал местом молитв и исповеди. Нино провела много времени в молитве и исцеляла прокаженных. Она также посещала иудейский квартал, искала хитон Христа и проповедовала Евангелие. Следуя ее проповеди, многие обратились к Христу, в том числе священник иудей по имени Абиатар и его дочь. Они уверовали и стали тайными учениками Нино. В это время произошло вторжение персидских царей в Грецию, но вера в Христа помогла Константину, царю греков, одержать победу. Таким образом, труды и молитвы святой Нино приносили плоды, приводя людей к вере в Христа и обретению духовного спасения. Священником Абиатаром я был по жребию над приходом, когда святая Нино пришла в Мцхета. Получив письмо иудейских священников из Антиохии, я был потрясен их словами о разделении царства, израильского и бедствиях, находившихся на них. Они поднимали вопрос о том, не совершили ли они ошибку, когда убили Иисуса Назаритянина, и как это повлияло на их народ и его отношение к Богу. Прославленная Нино была для меня провозвестницей истины. Она открыла передо мной тайны священного писания, объяснила мне их и пробудила во мне веру в Христа. Ее слова, словно ключ, открывали мне смысл священных писаний, и я поверил в Иисуса Христа как Сына Божьего, в Его страдания, воскресения и грядущее Второе пришествие. Под воздействием Нино я и моя дочь приняли крещение и стали последователями новой веры. Мы испытали сладость принятия святых таинства и видели чудеса, совершаемые Нино во имя Христа. Во времена царя Ирода в Иерусалиме, когда персы подошли к городу, но не для завоевания, а с дарами для новорожденного младенца. После 30 лет иудейский священник письменно призывает к смерти этого человека, заявляя, что он называет себя Сыном Божьим. Элиос, старый человек, отправляется на этот вызов, но его мать молится, чтобы он не стал убийцей, как требовалось. Он присутствует при распятии Иисуса, и его мать умирает, услышав о смерти Иисуса. Одежда Христа, Хитон, достается Мцхетцам по жребию, и Элиос доставляет его в Мцхета. Его сестра, взяв одежду Иисуса, умирает, обняв его с боли за три потери – Христа, своей матери и брата. Это вызывает тревогу и удивление в Мцхета. Адерки, великий царь, желает одежду, но отказывается от нее из уважения к умершей. Много лет спустя правнук Адерки, царь Армазел, ищет одежду, но не находит ее. Однако место, где она находится, остается тайной, кроме общего указания, что она находится рядом с кедром, выращенным в Мцхета. Святая Нино также не может найти одежду, только знает, что это место, где люди поют хвалы Богу. Святая Нино продолжала проповедовать исцеление и принятие веры в Христа даже в трудные времена, когда ее влияние вызывало недоверие и сопротивление. Когда главный жрец, родственник царя Мириана, приближался к смерти, царь Мириан и царица обратились к святой Нино за помощью, но с некоторым недоверием. Они предложили ей богатство и почитание, но требовали, чтобы она отказалась от проповеди Христа. Однако святая Нино отвергла это предложение, утверждая, что исцеление приходит только от Христа. Святая Нино просветила царя Мириана и царицу Нана, верив в Христа и силе его исцеления. Она показала им, что их боги не могут сравниться с могуществом Христа и его милосердием. Несмотря на недоверие и сопротивление, она смогла убедить их в истинности своей веры. Святая Нино и ее ученики привели вельможу к принятию веры в Христа, помогая ему отречься от зла и принять Христа как своего спасителя. Этот пример стал свидетельством силы и веры в Христа, привлекая многих последователей. На горе-шхоте царь Мириан переживает искушение и страх перед тьмой, но в конце концов находит свет в вере в Христа. Свет возвращается, и он обещает воздвигнуть крест и прославлять имя Божие. По возвращении в город царь объявляет свою веру перед своими подданными, вызывая их к прославлению Бога Нино. На следующий день направил царь Мириан послов к греческому царю Константину с письмом святой Нино к царице Елене. Сообщили послы им о чудесах Христовых, свершившихся в Мцхета и над царем Мирианом, и просили у них срочно священников для крещения. А святая Нино и ученики ее неустанно проповедовали народу и указывали ему пути истинного царства. Это событие вызывает большую радость и удивление у народа, который приветствует царя и его обращение к христианству. Царица Нана и весь народ радуется возвращению царя и принятию им христианской веры. Теперь святая Нино и ее ученики могут продолжать свою миссию проповеди христианства и обращения народа к Богу. Царь Мириан и святая Нино решают построить храм Божий, царь выбирает место для строительства, вдохновленное видением, которое получила Нино. Они начинают строительство семью столпами, изготовленными из кедра, но при установке центрального столпа возникает проблема, его невозможно воздвигнуть. Несмотря на все попытки, даже с привлечением множества людей и мощных машин, столб остается на месте. Это вызывает удивление и опечаленность у царя и народа. В то время как царь уходит сильно опечаленный, святая Нино и ее ученицы остаются возле столпа, молясь и проливая слезы. Однако после полуночи происходит катастрофа, горы Армаз и Задена обрушиваются, реки разливаются, и грозные громы наполняют воздух. Страх и паника охватывают город. Испугались женщины и бежали, облаженная Нино взывала, не бойтесь, сестры мои, горы стоят на месте, а воды текут там же и спит весь народ, а то, что будто обрушились горы, это только кажется вам, ибо обрушились лишь горы неверия в картли, а воды, которые запрудились, это кровь младенцев, принесенных в жертву идолам, и голоса эти воющие от дьяволов, ибо оплакивают они себя, изгнанных с сих мест волей Всевышнего и Крестом Христовым. Обратитесь и молитесь Богу. И мгновенно стихли эти голоса, и наступила тишина. Встала святая Нино, воздела руки, и молила Бога об успешном завершении дела, исполнение которого решил царь. И пока бы успел петух пропеть снова, у всех трех ворот города ударил набат, войско сильное взломало ворота, и наполнился город персами, раздавались рев устрашающий, вопль и клич, и началась бойня. Кровью обогрелась земля, и таяла плоть, и секал дух, и оплакивали родных своих. Вдруг раздался громкий клич, царь персов, царь царей Хуаранхуара повелевает спасти всех иудеев от меча, а воины с мечами находились уже близко, разили они и убивали. Этот волшебный приказ привнес надежду в сердце Нино и ее сподвижников, даровав им силу и мужество в час их испытания. Вооруженные этими словами, они смотрели в глаза опустошителям смело и решительно, словно поддерживаемые невидимой рукой высших сил. Под руководством святой Нино, как посланницы Христа, они стояли перед армией персов, проклинающей их землю, и произнесли слова, полные веры и мудрости. Нино, смело раскинув руки, подобно кресту, навлекла на себя взоры врагов, а затем произнесла слово, обращенное к силе зла, которое их окружало. Враги мгновенно исчезли, оставив за собой лишь тишину и покой. Когда забрежил рассвет, задремали женщины, Сидония бодрствовала, а Нино все стояло, воздев руки. И вот подошел к блаженной некий юноша, озаренный светом и закутанный в огненное покрывало. И сказал он ей какие-то три слова, и пала она вниз, а юноша тот коснулся рукой столпа, поднял его и вознес ввысь. Удивленная, приблизилась я к ней и спросила, «Владычица, что это такое?» Она ответила мне, «Преклони голову свою до земли». И заплакала, задрожав. Встав по прошествии некоторого времени, подняла она меня на ноги, и удалились мы с того места. Женщины, находящиеся здесь, также видели, как огненный столб снисходил к корню срубленного кедра. Этот день стал свидетельством великого события, когда благодаря вере и мудрости святой Нино, град Мцхета был озарен светом блаженства и радости. Вера и чудо преобразили сердце и умы людей, наполнив их благоговением и признанием величия божественного. Вначале пришел некий иудей, слепой от рождения, приблизился к столпу и тотчас же прозрел, и стал прославлять Бога. Вторым был отрок из царского дома по имени Амазаспан, восемь лет пролежавший больным. Привезла его мать с верой и положила его перед столпом света, подлинного света, и умоляла Нино, «Воззри, владычица, на сына моего, близкого к смерти, ибо знаю я, Бог богов есть тот, кому служишь ты и кого проповедуешь нам». Тогда святая Нино коснулась столпа рукой, возложила ее на отрока и сказала ему, «Веруй в Иисуса Христа, сына Бога, явившегося во плоти для спасения мира сего. Исцелись, отсель и прославляй того, волей которого ты исцелился». И встал отрок тотчас, как будто и не болел вовсе. После прибытия посланников царя Мириана Константину, царю греков, и после того, как им было рассказано о всех удивительных событиях, царь и царица Елена были преисполнены радости. Во-первых, потому что милость Божья простирается повсюду, и именно под их руководством вся картля приняла крещение. Во-вторых, они радовались полученной уверенности от царя Мириана в полном поражении персов и их нерушимой любви к картле. С благоговением и благодарностью они прославляли Бога. Царь Константин написал послание царю Мириану, наполненное молитвами, благословением и благодарением Богу, и отправил ему крест и образ Спасителя, а также ценные дары. Царица Елена написала ему письмо, восхваляя и ободряя. Прибывший епископ Иоанн вместе с дьяконами и посланцами был встречен в Мцхета с великой радостью. Все жители желали принять крещение. Царь Мириан немедленно послал приказ Реставам и Спасоларам явиться к нему, и те немедленно прибыли. Царь Мириан первым принял крещение при рукоположении святой Нино, за ним последовали царица и их сыновья. Затем была освящена река Кура, и епископ Иоанн устроил крещение в самом Мцхета. Кавказские горцы и иудеям Мцхеты не приняли крещение, кроме иудеев из рода Барабы. Царь наградил их городом Цихидиди. Царь Мириан попросил у царя Константина части древа, которым были пригвождены ноги и гвозди рук Спасителя. Он также запросил множество священников и строителей церквей. Константин с радостью передал царю Мириану священные реликвии и отправил множество священников и строителей для укрепления христианства в картле. В то время росло дерево на недоступной вершине скалы. Было дерево это красивым и благоухающим. И исходило от него чудо такое, если раненый стрелой зверь поедал его листву и лежи семена, то он спасался от смерти. Епископ сказал, воистину хранил Бог изначально же землю эту для служения себе, ибо взрастил он дерево сие, следует соорудить из этого дерева крест честный, чтобы поклоняться ему всему населению картля. Епископ Иоанн решил использовать это дерево для создания креста, который был воздвигнут в городе. Крест ожил, светился и направлял звезды, что было воспринято как чудо. Блаженная Нино указала, чтобы кресты Христовы были воздвигнуты на определенных горных вершинах, куда указывали звезды. Людям цхеты несли честный крест на руках и провели ночь в молитвах у подножия горы. На следующий день они взошли на скалу. Там блаженная Нино, в сопровождении царя, пала на колени, плача вместе с ними. Прикоснувшись к одному из камней, она приказала епископу воздвигнуть на том месте крест. Поднимаясь на вершину скалы, они испытали великое смирение и веру, поклоняясь кресту и признавая Христа Сыном Божьим. Несколько дней спустя над крестом возник столб света, окруженный двенадцатью звездами, а вершина горы начала куриться и благоухать. Это чудо привело к обращению многих безбожников и укрепило веру христиан. Видели они также, как огонь над крестом был ярче солнца, а ангелы Господни поднимались и опускались над ним. Эти явления сопровождались содроганием земли, но после завершения чуда все восхваляли Бога еще усерднее. В это время сын царя, Реф, пришел с малолетним сыном, страдающим от недуга, и поставил его перед крестом, умоляя о его исцелении. В ответ на молитвы мальчик был исцелен, и Реф исполнил обет, строя укрытие для Мцхетского креста. Чудеса креста приносили исцеление и обращение к вере тем, кто нуждался в помощи. Безбожники, попавшие в беду, обращались к кресту и находили избавление. В те дни из Рима пришло послание святого патриарха к Нино, царю и всему народу Картли. Вместе с посланием прибыл дьякон из Бранджей, чтобы прославить Бога, принимать молитвы и совершать причащение к благодати через блаженную Нино. В письме от царя Бранджей к Нино выражалось признание Картли как новой христианской страны, принявшей крещение от святой Нино. Это послание было послано из Иерусалима и Константинополя, подтверждая, что солнце правды высияло над Картли. Царь выразил желание обратить горцев и своего зятя Пироза к христианству силой оружия. Однако Нино и епископ Иоанн предложили указать им путь истины через Евангелие и крест. Они ушли проповедовать горцам, но те отказались принять крещение. Эристов, слегка приподняв меч, победил их идолов, и некоторые племена обратились, а некоторые остались язычниками. Святая Нино направилась в Ран, чтобы обратить Пироза. В селе Боди она заболела, и когда об этом узнали царь и царица, они послали епископа Иоанна за ней, но Нино не починилась. Тогда царь с народом пришел к ней, видя в ней лик ангела небесного. Они просили Нино рассказать о своем происхождении и учении. Святая Нино, ощущая, что ее конец приближается, просит принести письменные принадлежности, и Нино начинает рассказывать о своей жизни, пока они записывают. Она поручает царю назначить священника Иакова епископом после Иоанна. После этого епископ Иоанн причастил Нино к телу и крови Христа, и она отдает свою душу Господу. Смерть Нино потрясла весь народ, и ее останки были похоронены в селе Боди в Кухете, согласно ее просьбе и указанию Бога. Царь Мириан утвердил веру в Святую Троицу и Единосущного Бога, и вся картля укрепилась в вере. Кесарь Константин, услышав об этом, отпустил заложника Бакара с дарами и письмом, признавая его и его отца Мириана новообращенными к вере в Христа. Прибыв в Мцхета, Бакар встретился с царем Мирианом и царицей Наной. Народ радостно отметил этот момент. Царь Мириан завершил строительство епископской церкви и с большой пышностью отметил ее освящение. Через 25 лет после своего обращения умер сын Мириана, Рев, и его похоронили рядом с другими царями. В тот же год заболел сам царь Мириан и перед своей кончиной, поручил своей жене Нане поделить его клад пополам и отнести его к могиле святой Нино. После его смерти Бакар стал новым царем. Мириан и Нана были похоронены рядом друг с другом, в верхней церкви рядом с южным столпом.